Я разговаривался с человеком недавно в Лос-Анджелесе, он из Ужгорода. Я зашёл в ресторан, и сидит компания в ресторане американском. Дмитрий Ильич, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я говорю, а вы откуда? Из Ужгорода. Говорю, здорово. Вернёте? Там хорошо же в Ужгороде сейчас. Вернётесь туда? Нет. Я говорю, ну, вам тут хорошо? Да. Я говорю, ну, на родине же лучше. Родину мы любим, но возвращаться не будем. Понимаете? Это хорошо, особенно когда с аваром взяла сейчас. Это такая беда, такая трагедия, на самом деле. Ведь туда уехали люди, ну, я не хочу сказать лучшие, но люди, в основном, которые умеют работать головой или руками. Пассионарные, как минимум. Конечно. И которые лёгкие, это же надо встать, поехать. Остались ленивые. Не все, не все. Но остались ленивые, глупые, не имеющие профессии, не имеющие желания приложить свои силы. И у нас сегодня дефицит кадров настолько жгучий и острый, что трудно даже описать. Дмитрий, вот эти вот остались ленивые и совершенно, да, которым ничего не нужно с одной стороны, а с другой стороны остались абсолютно ушлые, беспринципные, наглые. Которые готовы паразитировать на существующей системе. Вчера мы встречались с супругой президента Мариной Порошенко. И я ей сказал о том, что очень интересно, что 10-11 классники, когда их спрашиваешь в школах, вот ради интереса проведите опрос в киевских школах, обычных киевских школах, и необычных, и элитных тоже. Ребята, вы где хотите остаться? Дома или уехать за границу? Результат опроса будет ошеломительный. Они хотят уехать, большинство. И сегодня я же все время разговариваю с людьми. Если вы думаете, что я там в облаках витаю, нет, я разговариваю от... Это же в Америке не скрыться, как мы видим вам. Нет, нет, я разговариваю вот здесь, от самых маленьких людей. Не знающих вас. Не, 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 я сам подхожу. Мне интересно с самыми маленькими людьми разговаривать. Мне интересно, что они думают, какие у них мысли. Я должен понимать, как все происходит. И я спрашиваю, вот дети в школах, большинство, большинство хочет уехать. Но это же беда для страны, если большинство детей хочет уехать от нас. Дети же воспринимают так или иначе эту информацию от родителей своих. Конечно.